Здравствуйте, Александр Викторович. Из каких вы населенных пунктов, кто по профессии, нам важно знать традиционную географию нашего вебинара. И сегодня мы поговорим с вами о куклотерапии. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, а также родителям. Как сказал Михаил Евграфович Сотоковщедрин, из всех существующих в мире тайн, тайна куклы самая загадочная. В период активного формирования новой социально-психологической реальности, с одной стороны, расширяются перспективы свободного развития и самоутверждения личности. Возрождается интерес к невостребованным ресурсам индивидуальности. С другой стороны, значительное общественное преобразование изменили условия, влияющие на формирование личности дошкольника. Огромнейшее информационное поле, не дающее сконцентрироваться ребенку на самом себе. Современные информационные технологии уводят в сознание ребенка в виртуальный мир, что может нарушить его связь с реальностью, изменить функционирование его сознания и самосознания. Основной идеей куклотерапии является так называемая драматическая психоэлевация, то есть возвышение недостатков ребенка до достоинств. Именно с помощью средств, используемых в куклотерапии, мы сможем помочь ребенку лучше понять себя, свои поступки. Куклотерапия – это метод психологической помощи личности, связанный с использованием кукол в рамках сюжетно-ролевой деятельности. Данный метод призван помочь в рефлексии личностью своих психических состояний, укреплению психического здоровья, улучшению социальной адаптации, развитию самосознания, разрешению конфликтов в условиях коллективной творческой деятельности. Играя с куклой, ребенок проецирует окружающую его действительность, транслирует характер взаимоотношений с другими людьми. Эта деятельность для него естественна. Куклотерапия проективна по своей сути. По ее основе лежит психологический феномен проекции. Она является наряду с другими проективными методами одной из самых лучших, потому что напрямую работает с психикой. Она универсальна по возрасту. Но в дошкольном возрасте, ввиду недостаточно сформированности психических процессов, особенностей сознания и самосознания ребенка, куклотерапия является наиболее релевантным, относящимся к делу, адекватным инструментом одновременно психолого-педагогической диагностики и развития личности детей дошкольного возраста. Немножко буквально историю, совсем кратко. Кукла – это обязательный, привычный всем атрибут детства, пришедший в современную жизнь с древних времен. Столетия назад новорожденному малышу обязательно дарили куколку-оберег, которая охраняла малыша от болезней и злых духов. Этот подарок человек берег на протяжении всей своей жизни, как верный и самый главный талисман. Воспринимая куклы как игрушки, родители, тем не менее, прекрасно знают об их магических свойствах. Ребенок будет есть, если покушает его кукла, с радостью пойдет на прогулку, если любимого друга можно будет взять с собой и так далее. В определенный период развития практически все дети верят в то, что на самом деле куклы живые, просто скрывают свою тайну от взрослых. Вспоминайте, опять же, щелкунчика, голубую стрелу, буратино и даже диснеевскую историю грушек. Куклам дети рассказывают о своих впечатлениях, о своих печалях, рядом с ними сладко засыпают по ночам. И, несомненно, об этом всем размышляла Анна Фрейд, дочь великого Зигмунда, основавшая детский психоанализ и предложившая куклотерапию как один из ведущих методов. На наших просторах куклотерапию развивали и популяризировали такие советские ученые, как Ирина Яковлевна Медведева, Татьяна Львовна Шишова. Они впервые предложили кукольные детские театры как форма досуга, укрепляющая психологическое здоровье подрастающего поколения. Как вы видите, куклотерапия – это не просто модное слово, возникшее вчера, и не имеющее под собой научное обоснование, научная основа. За этим методом годы и годы упорной плодотворной работы, плодами которых грех нам с вами не воспользоваться, современным родителям, психологам, педагогам. В современной психологии роль кукол рассматривается в различных аспектах. Куклы выступают атрибутом детства, детской культуры. С куклой ребенок быстрее и легче овладевает навыками общения. С игрушкой же легче разговаривать, правильно? Кукла помогает ребенку не потеряться в этом мире, понимать красоту, доброту, избавиться от страха. Возможности куклотерапии позволяют решать разные важные коррекционные задачи. Например, расширение репертуара самовыражения ребенка, достижение эмоциональной устойчивости, саморегуляции, коррекция отношений в системе ребенок-родителей. Куклотерапия широко применяется для разрешения конфликтов, улучшения социальной адаптации, в коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушением поведения, а также в работе с детьми, имеющими эмоциональную травму. Игры с куклами, куклы – это образ человека, позволяют ребенку познать, понять и попытаться освоить сложную систему построения межличностных отношений, принять и в дальнейшем присвоить ценностные нормы нравственного поведения в окружающем социуме. В настоящее время не существует четкого определения места куклотерапии в коррекционной педагогике и психологии. Разные авторы рассуждают по-разному. Есть авторы, которые относят ее к арт-терапии – это Денисова, Лебедева, Осипова. Есть ученые, которые относят ее к игротерапии – Тащева, Гриднева. Или выделяют отдельно даже. Не секрет, что игра для ребенка дошкольного возраста очень важна. Все мы это знаем с вами. В игровой, неформальной обстановке дошкольники лучше усваивают не только знания, но и очень многие навыки и умения. Незаметно для себя начинают корректировать свое поведение, преодолевать психологические трудности. Особое значение для психического развития детей имеют куклы, выступающие атрибутом детства, детской культуры. Для современного ребенка кукла – прежде всего милая игрушка, которую можно превратить в символического партнера для игры. Ребенок переживает с ней события собственной, чужой жизни, в эмоциональных, нравственных проявлениях, доступных его пониманию. Кукла или мягкая игрушка – заменитель реального друга, который все понимает и не помнит зла. Поэтому потребность в такой игрушке возникает у большинства детей, иногда она сохраняется и у подростков. Как считает Мухина, кукла для ребенка – это не обязательно дочка или сынок. Она – партнер для общения, партнер по общению во всех его проявлениях. Роль куклы заключается в диалоге, в котором происходит замена реального контакта с человеком на опосредованный контакт через куклу. Играя с ней, малыш учится рефлексии, эмоциональному отслеживанию, отождествлению. По воле ребенка и с помощью его воображения кукла ведет себя так, как это нужно в данный момент ее хозяину. Именно поэтому в большинстве случаев события и свойства персонажей игры вполне обоснованно можно рассматривать как результат проекции внутренних переживаний ребенка. Любимая игрушка участвует в постановке спектакля, сюжет которого является травмирующим для ребенка, попадает в страшную историю и успешно с ней справляется. По мере разворачивания сюжета эмоциональное напряжение ребенка нарастает и, достигнув максимального выражения, сменяется бурными поведенческими эмоциональными реакциями. Это может быть плач, это может быть смех и так далее. А также происходит снятие нервно-психического напряжения. Очень важно, чтобы в централизованной игре было начало, кульминация, когда герою что-то угрожает, и развязка, когда герой побеждает. Конец всегда должен быть позитивным. Таким образом, технология куклотерапии выражается в усилении эмоционального напряжения, которое постоянно испытывает ребенок. Причем усилить нужно до такой степени, чтобы оно могло перейти в новую форму. Расслабление, катарсис. Дети достигают эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Метод куклотерапии основан на процессах идентификации ребенка с любимым героем. Сказки, мультфильм и так далее. Он базируется на трех основных понятиях. Игра, кукла, кукольный театр. Игра является для ребенка тем же, чем речь для взрослого. Это средство для выражения чувства, исследования отношений и самореализации. Детская игра полна смысла и важна для ребенка, так как через игру становятся доступными те области, где им трудно найти слова. Дети могут использовать игрушки для того, чтобы сказать, сделать то, что им самим неловко сделать, и выразить чувства, которые могут вызвать неодобрение окружающих. Таким образом, мир ребенка – это мир действия, деятельности. А куклотерапия, не смущая и не травмируя ребенка, дает возможность войти в этот мир и объединить собственные интересы ребенка с задачами педагога. В качестве основного приема воздействия куклотерапия используется куклам как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. Надевая, например, на руку куклу, ребенок передает ей с радостью свои лучшие чувства, забывая о проблемах, страхах, открывая в себе скрытые резервы. Именно в этом удивительном перевоплощении состоит основной принцип куклотерапии – принцип переноса доминанта. И можно выделить ряд случаев, при которых применение куклотерапии будет целесообразно. Например, в жизни ребенка присутствовала некая психическая травма, справиться с которой самостоятельно он не может. Или же ребенок замкнут, потерян, закрыт для всего окружающего. Малыш может, наоборот, быть гиперактивным, не справляться со своими эмоциями, иметь склонность к истерикам, тяжело переживать кризисы. И, наконец, кукла окажется очень полезна для аутичного маленького человека. В работе над всеми этими проблемами педагог может достигнуть следующих целей. Это релаксация, то есть психологическая разрядка напряженного ребенка, повышение градуса его доверия к миру. Это построение коммуникативных мостиков, то есть налаживание отношений между ребенком и взрослым, или между ребенком и ребенком. Создание детского коллектива. Что еще? Развитие, это актуализация памяти, сообразительности, воображение, фантазии детей и получение новых знаний о мире. Использование кукол в общении с ребенком будет очень творческий, непредсказуемый. Он будет зависеть от личности взрослого и от возраста, характера ребенка. И, конечно же, от ситуации, которую необходимо проработать и скорректировать. В самом общем виде методы кукольной терапии напрямую зависят от типов кукол, которые использует педагог в своей работе. И это могут быть куклы-марионетки. Такие куклы изготавливаются из нескольких частей, подвешиваются за ниточку и могут шевелить руками, ногами. Они свободны в движениях, поэтому при их помощи можно показать много событий и эмоций. Что еще? Перчаточные куклы. Это вообще традиционные участники кукольного театра. Петрушка тот же самый, твердая голова, которой крепится мягкое полое тело. Такая кукла надевается на руку, как перчатка, и по сути становится частью кукловода. Для того, чтобы руководить такой куклой, ребенок должен обладать определенной степенью мастерства. Поэтому на занятиях этому должно посвящаться должное количество времени. Пальчиковые куклы. Вообще самый простой вариант игрушки. Некоторые специалисты даже практикуют использование экспресс-куклы. То есть что это? На шарике для пинг-понга рисуется лицо, и такой шар надевается на палец ребенка. Казалось бы, это какая-то халтура, но на самом деле, потому каким будет лицо на шаре, многое можно будет сказать об эмоциональном состоянии ребенка. И сразу станет понятно, в каком направлении нужно уже выстраивать свою работу дальше. Пальчиковые куклы могут изготавливаться из фольги, картона. У ребенка может быть целый ассортимент вот таких кукол-актеров с разными выражениями лица для любого настроения. Веревочные куклы, они представляют собой комбинацию петель. И такие куклы-абстракции больше подходят для детей уже постарше. Поскольку лиц, как таковых, у них нет, маленькому ребенку сложно пройти путь отождествления. А вот подросток, он как раз наоборот оценит вот эту таинственность, недосказанность. И такая кукла может быть любого размера, в том числе даже ростовой. Ребенок, снабдив ее каким-то своим атрибутом, ну, например, резинкой для волос, обязательно рассмотрит в ней свое отражение. Плоскасные куклы, бумажные, картонные, здесь пластиковые. Вот эти фигурки просты в плане изготовления. Нужно всего лишь навсего нарисовать, вырезать, а этим навыком к трём годам владеет абсолютно любой ребенок. Не нужно недооценивать возможности таких кукол-рисунков. Может, они не так, конечно, человекоподобны, как марионетки те же и перчаточные куклы, но связь с ними ребенок обязательно почувствует. Еще теневые куклы тоже как вариант. Это вообще особый вид театральных кукол, предназначенных для теневого театра. Подойдут они, конечно, для более подготовленных детей, которые уже подкованы в создании театральных представлений. Теневые спектакли создают особую атмосферу доверительности, интимности. Полумрак способствует ощущению уюта и желанию поделиться самым для себя важным и сокровенным. Не нужно думать, что кукла для занятий обязательно должна быть красивой, качественной, мастерски изготовленной. Важный момент куклу ребенок делает сам. И важно объяснить ему, что любой результат будет прекрасен, потому что это его результат. Его кукла. И она будет единственной в мире. Только изготовив куклу самостоятельно, ребенок сможет достичь с ней успехов, потому что очень важно, чтобы он чувствовал родство с этим произведением, видел в нем, скажем так, не частичку даже себя, а всего себя с достоинствами и недостатками. И первым этапом работы в куклотерапии является создание куклы. Презентация доступна для скачивания, поэтому если важно вот эти моменты отследить, чтобы зафиксировались у вас, вы можете скачать презентацию. И первым этапом является создание куклы. Затем идет обучение управления ею. И третий этап, самый тонкий, сложный, это правильная беседа с куклой, ее оживление. И, наконец, венцом работы становится, собственно, создание спектакля. Мини-спектакли, либо просто мини-сценки, или какой-то сценки, с участием созданной игрушки. По сути, это сказкотерапия, но с участием кукол. Сказкотерапия пластичная, наглядная, близкая и понятная каждому малышу. Вебинар, посвященный сказкотерапии, у нас был тоже, вы можете посмотреть его на нашем сайте, на нашем канале в YouTube. Что еще? Следующее. Ну, поскольку были общие моменты, поскольку все-таки сегодня останавливаюсь на дошкольном образовательном учреждении, поэтому перейдем к куклотерапии для дошкольников. Несомненным достоинством куклотерапии в работе именно с детьми является следующая ее особенность. Это естественность. Игра – самая нормальная среда для ребенка. Такая форма занятий вызывает его доверие, что способствует быстрому и мягкому раскрепощению. А еще что? Наличие симпатичного посредника. Ребенку часто очень трудно. Открыться взрослому. Взрослые – это представители другого мира, порой воспринимаемого детьми как враждебный. Взрослые даже могут быть виновниками наличия у ребенка психотравма. А кукла – это, скажем так, свой парень. Она не может обидеть, она не может высметь, она не может выдать твой секрет. Кукле можно открыться, ее нельзя бояться. Да и не нужно бояться. Игрушка – замечательный помощник педагога. А если это еще и своя игрушка, то ее помощь сложно переоценить. Что еще здесь? Интерес. Сегодня гиперактивным является чуть ли не каждый второй дошкольник. Для того, чтобы просто поговорить с таким ребенком, приходится, я думаю, вы не дадите мне соврать, тратить кучу энергии, нервов. В случае куклотерапии проблема усадить малыша отпадает. Ну, ему просто будет интересно. Куклотерапия – процесс сложный, интересный, захватывающий. И укажу упражнения, расскажу об некоторых упражнениях, без которых сложно вообще представить этот метод. Но помните, что всегда можно придумать что-то свое, подходящее именно конкретному ребенку. Да, вот это важный момент. Итак, что это? Изготовление уникальной куклы-помощника, беседы или даже интервью с куклой, монолог ребенка о жизни куклы, сочинение историй, сказок о кукле, знакомство куколок разных детей, точнее, разные дети знакомятся с разными куколками, создание совместной истории о нескольких куклах сразу, обсуждение сценария кукольного спектакля, ну, собственно, дальше уже репетиция спектакля, исполнение его, а также еще обсуждение спектакля с ребенком наедине или в группе детей. Спектакль или представление служит своеобразным таким катарсисом, куклотерапией, ее кульминацией. Она, точнее, спектакль дарит ребенку удовольствие, неповторимые эмоции, которые делают его более открытым, творческим. И хочу рассказать вам о некоторых подсказках, рассказать вам некоторые подсказки-шаблоны, которые помогут в той или иной ситуации. Ну, например, разговор по душам. Ребенок может по вашему заданию рассказать кукле, как прошел его день, что нового, интересного, а также неприятного случилось в садике или еще где-то. Можно взять интервью у куклы. Пусть малыш сам придумает, кем она при этом вузит. Артистам, врачом, космонавтом или кем-то еще. Сам задает своей кукле вопросы и сам придумывает на них ответы. Монологи можем использовать. И задача здесь ребенка от имени куклы изложить в форме монолога ее жизнь, ее прожитый день и переживания. Что еще здесь можно использовать? Сказка с главным действующим героем. Попросите ребенка придумать сказку, в которой главный персонаж – это его кукла. Можно задействовать и других тоже еще кукол. Следите, какие эмоции, поведение закладывает в главного персонажа маленький кукловод. А еще можем использовать куклу-наставника. Разыграйте перед малышом сценку, в которой кукла обучается важному. Читает, говорит, какой-то проблемный звук произносит, учится правильно произносить, который, например, у самого малыша не получается. Или чистить зубы, или мыть руки после прогулки, ну и так далее. Еще что. Мы можем отрабатывать социальные навыки. И сюда входят взрослые проявления в поведении малыша. Лечение куклы, обучение ее чему-либо, кормление, уход. А еще, тоже, как вариант, сложное представление можем включить. Репетируйте сказку с участием нескольких взаимодействующих кукол. Участвуйте в ней вместе с ребенком. Потом устроите премьерный показ, пригласите кого-нибудь. Можно раздать еще же пригласительные билеты. После спектакля обязательно устроите разбор и обсуждение. Но не ребенка, его кукла. Здесь очень важный момент о поступках и слов разных героев в сказке. Важно, что самостоятельное применение куклотерапии не такое уж простое дело, как может показаться на первый взгляд. Очень важно, чтобы ребенок создал куклу именно сам, а не взрослый, который легко может опять же увлечься помощью настолько сильно, что в итоге это будет уже не кукла ребенка, а кукла взрослого. И ребенок не будет чувствовать никакого родства с этой игрушкой. Методика позволяет работать с детьми самого раннего возраста, от 4 до 14 даже. И я хотела бы остановиться на том, как работать с куклами с детьми раннего возраста, дошкольного возраста. Дети двух-трех лет любят общаться с ожившими в руках взрослого игрушками. Но оказывается, и они сами могут говорить от лица персонажей. Ну, правда, ростовую куклу или марионетку им еще в руках не удержать, а вот небольшой куклой им управлять под силу. Наряду с фабричными куклами мы пользуемся самыми разнообразными видами кукольных театров, созданные по мотивам русских народных сказок. Теремок, Маша и Медведь, Три Медведя, Заюшкина Избушка и просто отдельные персонажи, близкие, знакомые детям. Ты волк, лисичка, лягушка, ежик, лошадка еще и многие другие. Используя в своей работе куклотерапию, нам удается решать многие вопросы по воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста. Наряду с развитием познавательной сферы ребенка куклы помогают в организации всех режимных моментов. Это умывание, кормление, одевание на прогулку, укладывание спать. Кукла может показать, может спросить, может похвалить или о чем-то рассказать. Например, к нам в гости пришла кукла Маша и хочет научиться правильно мыть ручки или причесываться. Большую помощь оказывают куклы при организации непосредственно образовательной деятельности с детьми. С помощью них легко и просто мотивировать детей на ту или иную деятельность, так как дети рисуют для голодного, например, зайчика морковку, а для мишки лепят ягодки, складывают ему в корзинку. восприятие игровой ситуации развивает у детей мышление, внимание. Они думают, размышляют о том, как же помочь герою, что сделать для того, чтобы ему стало веселее. Кроме того, активно же развивается речь, насыщается эмоционально-выразительными оттенками. Дети легче запоминают новые слова, выражения. При этом в сознании формируется грамматическая структура. Дети с большим удовольствием самостоятельно играют с куклами. Таким образом, у них формируются предпосылки сюжетно-ролевых игр. Часто можно увидеть детей, играющих вдвоем. А в раннем возрасте детям уже доступно самостоятельное проигрывание маленьких эпизодов и знакомых сказок. Особой популярностью пользуется у нас пальчиковый театр. И в нем все герои, сцена, сюжет расположены на руках пальчиков. Пальчиковый персонаж шевелится, пальчик персонаж шевелится, он танцует, подпрыгивает, разговаривает. Это лучший, кстати, еще и тренажер для развития речи, познавательной эмоциональной сферы ребенка. развивает способность поддерживать диалог и говорить самостоятельно. Кроме того, игра просто повышает настроение. Образы кукольного театра обладают удивительной способностью влиять на детскую психику, как бы играючи. Театр стал нашим другом и воспитательным процессом тоже. Ожившие книжные герои приобретают вес в глазах малыша. Ему проще отделить хорошее от плохого, так как знакомый сюжет сочетается с живой речью, с нужными оттенками голоса. Такие проблемы, как отказ от мытья рук, капризы во время еды, дрочливость могут исчезнуть бесследно, хотя до этого было потрачено много времени и усилий на объяснение и уговора. Много радости в детскую жизнь вносят куклы, назначение которых кроме познавательных задач вызывает веселый смех, положительный эмоциональный настрой. Театральные куклы несут в себе огромную роль для полноценного развития малышей, но не стоит забывать о том, что они прежде всего предназначены для игры и для развлечения. Игра с куклой это мир реальности, в котором живет ребенок. Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка с задачи взрослого. Во время таких игр происходит интенсивное развитие всех психических процессов, формируется познавательная активность и самостоятельность. Кроме того, ребенок учится управлять собой, удерживать внимание и фантазировать. куклотерапия может использовать кукла логопед в своей работе. Но можно использовать не только перчаточные куклы, но и других видов. Итак, встреча с перчаточной куклой приводит ребенка за ширму, которая позволяет ребенку спрятаться и раскрыться. так, даже если он боится отвечать, например, к доске выходить, заикается, краснеет, когда на него смотрят другие детки, за ширмой он успокаивается и говорит начинает увереннее. Опять же, это же не он говорит, это же его герой говорит, правильно? А ведь в кукольном театре очень важно развитие речи. Артист должен помнить текст, вовремя произнести его одновременно с движением куклы и при этом еще и передать эмоции. Когда говорят о развитии мышления, почему-то часто забывают о речи. И между тем, чем раньше ребенок начинает говорить и анализировать, тем лучше. Бывает, что ребенок мямлет или наоборот безудержно болтает. Год занятий в кукольном театре приносит разительные перемены в этом отношении. Внутри изменений, которые происходят в поведении ребенка, участвующего в кукольном театре, лежат простые механизмы воздействия. Так, необходимость в течение 10-15 минут держать, представляете, на поднятой руке куклу развивает силу воли, воображение становится более богатым благодаря тому, что артист должен смотреть на куклу глазами зрителя и так далее. А воображение это у нас правое полушарие головного мозга, целостно подходим к развитию мозга. Перчаточные куклы умело используемы на занятиях, помогают вызывать положительные эмоции или постепенно ослаблять нервное напряжение у детей. Кукла на руке взрослого или самого ребенка, выступающего для него в роли собеседника, концентрирует на себе его внимание и помогает свободно вступать в разговор, побуждает к активным речевым действиям, предоставляя ему возможность почувствовать себя раскованным. И в 1984 году Выгодска, Пеллингер и Успенская предложили использовать перчаточных кукол в работе с детьми для устранения заикания. И в основе этого подхода лежат данные нейропсихологических исследований, согласно которым активная речь ребенка во многом зависит от развития тонких движений пальцев. А потому многообразные движения пальцев руки при работе с куклой способствуют упорядочению и согласованности речевой моторики заикающегося ребенка. Этим и обусловлено применение ручных кукол для устранения заикания. Работая с куклой, говоря за нее, ребенок по-другому уже начинает относиться к собственной речи. Ведь игрушка подчинена полностью воле ребенка и в то же время заставляет его говорить, действовать. Кукла отвлекает внимание ребенка от речевых трудностей. Также еще кукла может быть использована во время проведения релаксации как наглядное пособие. Прослабьте полностью мышцы, пусть ваши руки будут как тряпочные в таком формате. Также еще с помощью куклы логопед может варьировать свои требования к речи, поведению детей на занятиях, что способствует воспитанию свободы речевого общения. Например, если ребенок не может начать фразу, можно предложить произнести ее вместе с куклой. в этом случае за куклу говорит сам педагог, логопед, а по сути это что за маскированная помощь. А когда на занятии кто-то из детей отвлекается и начинает хулиганить, то тут же на руке специалиста может появиться кукла, которая строго скажет на зарядке кувыркайся, а сейчас делом занимайся. И вот это шутливое такое замечание действует как правило значительно лучше, чем когда мы с вами призываем к тишине. Кукла продолжает свою работу и дома. У нее могут заболеть уши, если ее хозяин многое возбужденно говорит. В этом случае приходится делать кукле повязку на уши, отправлять ее в больницу. И все это тоже будет положительным образом влиять на поведение ребенка. Как могут можно использовать куклы педагоги, психологи? Тагаринцева Альбина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики Воронежского государственного педагогического университета, она предлагает следующую работу. Работа с куклами начинается уже на этапе диагностики. Перед ребенком раскладываются куклы. Медведь, зайчик, волк, мальчик, мужчина, женщина, девочка, малыш, баба-яга, клоун, непонятная фигура с глазами. ребенку предлагается выбрать понравившуюся куклу, взять ее. Ну вот сейчас как раз тоже рассказываю. Ребенку предлагается выбрать понравившуюся куклу, взять ее, зайти с ней за ширму. Уже сам выбор игрушки может о многом рассказать. Если ребенок выбирает зайчика, можно заподозрить у него страхи, особенно если он про них не говорит. Если выбирает волка, можно предположить проявление агрессивности, непонятную фигуру с глазами часто выбирают расторможенные психопаты. Когда выбор сделан, с куклой на ширме разворачивается диалог. Можно порекомендовать приблизительный перечень вопросов. Какой? Ты кто? Где ты живешь? С кем ты живешь? Где твои родители? Большой ты или маленький? Чем ты любишь заниматься? Если выбрано животное, у вас в лесу есть кто-то страшный? Чем ты питаешься? За тобой гоняются? Тебя кто-нибудь защищает? Есть ли у вас в лесу детский сад или школа? А если можно было бы не ходить? Ты ходил бы в детский сад или школу? Есть ли у тебя друзья? Во что вы играете? Кто обычно выигрывает? А если проигрываешь, то расстраиваешься или нет? Что бы ты попросил у волшебника? Опять же, если кукла не интересна, то как вариант? Вы же можете пообщаться с родителями, если вы специалист, а не родитель. Как правило, дети очень много времени проводят мультика, смотрят мультфильмы различные. Вы же можете взять прототип того персонажа, который нравится ребенку, подобрать куклу в соответствии с интересами. И возвращаясь к этой теме, работа по этой методике состоит из двух этапов. Первый этап условно называется лечебная этюда. Длится почти три недели, в течение которых проходит восемь занятий. Большое внимание уделяется работе дома, где дети вместе с родителями репетируют те сценки, которые им задают терапевты. Хотя работа проводится в группе, дети уже со второго занятия получают индивидуальные задания, то есть идут все-таки по индивидуальной программе. Для примера приведу этюд для работы с такой проблемой, как ревность. Хозяин с собакой и щенком пошел в детский сад. Он сказал, что каждому купят игрушку, которую они выберут. Собака выбрала красивый корабль и представляла, как они с хозяином будут в него играть. И тут собака увидела, что щенок выбрал красивую маленькую машинку. Я хочу такую же, сказала собака хозяину. Ты же выбрала корабль, сказал хозяин. А я хочу корабль и машинку, ответила собака. «Ну мы договорились», сказал хозяин. «А я хочу, хочу», заныла собака. «Хорошо, я куплю тебе машину, как у щенка, а корабль купим потом», сказал хозяин. «Нет, я хочу сейчас», зарыдала собака. «Ты меня не любишь». Она стала кататься по полу, выть, потом сбила прилавок с машинками и закричала, так пусть никому ничего не достанется. Хозяину стало стыдно на такое поведение собаки, в итоге они ушли из магазина вообще без игрушек, а дома у них состоялся разговор. Какой разговор у них состоялся дома, необходимо дописать, договорить ребенку совместно с родителями. Здесь уже обсуждается с родителями и записывается. Все занятия проходят вместе с родителями, родители не просто присутствуют, а самым активным образом включаются в происходящее. На этом же этапе происходит выделение патологической доминанты, главной поломки, которая мешает ребенку жить. И начинается не устранение, не искоренение порока или пороков, а повышение их уровня. Вот то, о чем я говорила в начале нашего вебинара. Схематично это можно выразить так. Порок, маленькая слабость, достоинство. Второй этап это лечебный уже спектакль и многим здоровым взрослым хочется побыть на сцене. Представляете, как жаждет больной ребенок, остро нуждающий в гиперкомпенсации. Репетиции длятся около месяца, иногда полтора. куклы, декорации, костюмы и прочие атрибуты участники спектакля делают сами. Родители тоже принимают участие в спектакле и, конечно, их роли разрабатываются так же тщательно, как и детские. На втором этапе продолжается уже на более глубинном уровне работа с патологической доминантой. К концу второго этапа сквозь степаж «Проступай доминирующая личность». Это можно сравнить с гусеницей, которой надо сначала окуклиться, чтобы потом превратиться в бабочку, а потом, воспаряя бабочка, оставляет на земле ненужную ей больше оболочку кока. То же самое происходит с окрепшей окрыленной душой. Очень давно применяют куклы, перчаточные куклы, как вариант учителя начальных классов и воспитатели детских садов. На первых занятиях дети знакомятся с кукольным персонажем, например, пусть будет незнайка, и отправляются вместе с ним в путешествие в мир знаний. На математике он вместе с ними осваивает навыки счета, может ошибаться, и задача детей его поправлять. Может незнайка участвовать и в библиотечных уроках, для первоклассников, где он знакомит с правилами пользования, библиотекой, учит, как надо обращаться с книгами. Куклы могут служить также и наглядным пособием. Ребята рассматривают и описывают их внешность, одежду, определяют характер. На математике мешать детям и незнайке может еще и коварная баба-яга. можно совершить увлекательное путешествие в королевство внутреннего мира по книге Игоря Викторовича Вачкова «Психология для малышей», где волшебницы потребности наколдовывают эмоции, где растут деревья характера, цветут цветы способности. Очень хорошее пособие, рекомендую вам к использованию, кого интересует куклотерапия. И хотела бы представить вашему вниманию фрагменты уроков с использованием кукольных персонажей. например, итоговое занятие по математике в старшей группе детского сада. Понадобятся перчаточные куклы, старуха-шапокляк, чебурашка, математические символы, что там еще, волшебный сундучок нам будет нужен, в котором находятся призы для детей. Ну и каким образом, уважаемые участники, как вы меня слышите? Все ли хорошо со звуком? Если все хорошо, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу. Все ли нормально? С моей стороны есть ли нарушения? Благодарю. Благодарю. Спасибо огромное. Очень важно. Спасибо. И аудиоустройство для воспроизведения музыки нам пригодится. Благодарю, спасибо. Итак, что дети входят в помещение, в групповую комнату, педагог надевает на руку куклу старухи Шипокляк и Шипокляк начинает говорить. Решила я поприсутствовать на вашем уроке, научиться уму-разуму. Для этого и сундук прихватила. Буду туда знания складывать. Педагог говорит, ребята, разве можно знания в сундук поместить? Где должны быть знания? Дети отвечают, где? Ну, правильно, в голове. Садись, Шипокляк, и набирайся ума-разума. Все хорошо, запоминай. А Шипокляк садится на стул и что-то там бормочет такое, что вот только беда, не могу вспомнить, где ключ от сундука, куда же я его делала. А педагог говорит, сейчас мы тебе покажем, как наши дети знают цифры, умеют раскладывать их в числовой ряд. И дети выполняют задания. Ну, например, тоже, какие задания, как вариант, приклей номера к почтовым ящикам. Педагог говорит, в подъезде покрасили почтовые ящики, а номера дети пронумеровывают ящики, прикрепляя цифры от 1 до 10 по порядку. Или еще тоже, прикрепи вагончики к паровозу. Детям нужно собрать паровозик, но важно помнить, что вагоны двигаются друг за другом, следует строго по порядку. 1, 2, 3. Или еще тоже, выложи такой же узор. И педагог говорит, что в этом задании мы с вами покажем, какие же мы наблюдательные и внимательные. Детям предлагается два квадрата. В одном составлен узор из цветных геометрических фигур, другой квадрат пустой. В пустом квадрате надо составить точно такой же узор, как в первом квадрате. Или, например, собери квадрат. А теперь мы покажем, как мы умеем планировать свои действия, правильно располагать части фигуры. Чтобы выполнить это задание, надо уметь мыслить логически. Задача детей собрать квадрат из пазлов. Ну, а дальше педагог обращается к заданию. Сами уже варьируете, конечно, любые можно предлагать. Как итог, педагог обращается к Шапокляк. Мы со всеми заданиями справились, знания свои показали. А Шапокляк отвечает, мне очень понравилось, как вы выполняли задание, я многому научилась, за это я хочу вам сделать подарок. И пытается открыть сундучок, вспоминает, что потеряла ключ, расстраивается, но, наконец, находит решение. Пусть дети отгадают загадку, и отгадка укажет, где находится ключ от сундука. Как зовут персонажи песенки? Звучит песенка, я был когда-то странной, игрушкой безымянной. Дети отгадывают загадку, находят в зале чебурашку, игрушку чебурашки, снимают ленточку с ключом, шапокляк открывает сундук, а там игрушки и угощения для детей. Шапокляк раздает их ребятам, благодарит за знания, которые она получила, и прощается. Можно играть с набором азбука настроений. Набор состоит из шести перчаточных кукол, выражающих основные эмоции. Это грусть, радость, спокойствие, гнев, страх, удивление. И основная цель использования этих кукол не только научить детей распознавать эмоции по мимическим кодам, но и развить способность говорить об эмоциях, что, по мнению многих специалистов, способствует овладению способами межличностного взаимодействия. Куклы, изображающие эмоции, находят свое применение и в работе музыкальных работников детских дошкольных учреждений. Так, например, по окончании прослушивания музыкального произведения можно предложить детям выбрать куклу, настроение которой совпадает с настроением музыки. Далее можно разыгрывать сценки по музыкальным произведениям, отражая эмоциональное состояние действующих лиц. Можно еще тоже, как вариант игра, придумай картинку. Ребенку необходимо придумать ситуацию, картинку, которая подходит к выражению лица каждой куклы, нарисовать ее. При этом могут быть использованы карандаши, фломастеры, краски, здесь вообще любой набор. Или игра сон дается задание пофантазировать и рассказать, что может сниться персонажу с тем или иным выражением лица. По окончании рассказа ребенка просят нарисовать этот сон, либо вылепить героев сна из пластилина. На основе сюжета можно разыграть сценки, распределив роли между ребенком и взрослым. Это тоже как вариант. Конечно же, их гораздо больше этих игр. Театр как один из самых доступных видов искусства способствует повышению общей культуры ребенка, формированию правильного поведения в современном мире. При этом дошкольники могут быть как зрителями театрального действия, так и его участниками. Занятия театральной деятельностью посредством спектаклей, сказок, праздников, кукольных представлений или занятий с элементами драматизации позволяют ребятам строить общение друг с другом. Дети учатся смотреть на себя со стороны, изображая разные характеры, поступки, раскрывают значения таких понятий, как дружба, доброта, честность, смелость. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка – это снятие зажатости, обучение чувствованию художественному воображению. Это путь через игру фантазирования творчества. И вместе с игрушкой мы отправляемся в путешествия, где дети превращаются в различных героев, испытывая положительные эмоции. Учатся переживать неудачи при необходимости педагог вместе с игрушкой помогает детям справиться с эмоциональными проблемами. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героем и быть непохожим на отрицательных. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности игровой природе, социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра и развитии одаренных детей. Тематика и содержание театральной игры определяют нравственную направленность, нужба, отзывчивость, доброта, честность, смелость и так далее. Активное участие детей в мини-постановках, как я уже тоже говорила, способствует развитию их речи. Также у нас был вебинар, посвященный театрализации, вы можете посмотреть его на нашем канале в YouTube. В домашних условиях как мы можем работать? Педагоги могут предложить родителям проводить занятия с куклами и дома. Предварительно, конечно же, необходимо подготовить к этому родителей на индивидуальных консультациях или тематическом родительском собрании. инициатором игры может стать кто угодно из взрослых, хотя и сами дети с удовольствием предлагают игру в кукольный театр своим близким. Самодельная кукла помогает ребенку поделиться с другими самым сокровенным, личным, потому как и что он рассказывает, кого осуждает, кому сочувствует, кем восхищается. Нетрудно составить представление о нем самом, его ценностях, интересах, отношениях с окружающими. И прежде чем начать ставить домашние спектакли, родители должны вместе с ребенком подготовить все необходимое. Ширму для домашнего театра, ее легко даже соорудить из стульев, взять два стула, повесить веревочку, какую-то ткань перекинуть. Желательно, опять же, чтобы кукол все-таки изготавливали сами дети с помощью родителей. И эта работа уже сама по себе даже является терапевтической, она помогает ребенку почувствовать себя успешным, так как он видит результаты своего труда. Кроме того, изготовление кукол развивает творческие способности, мелкую моторику, внимание. Есть множество способов изготовления кукол. Из бумаги можно сделать, из пластиковых бутылок, из платков, из чулков, из прищепок, из овощей и так далее. Главное, не бояться проявить фантазию. Далее идет уже этап вербализации и кукольной театрализации. Придумайте историю, которую кукла хотела бы рассказать о себе. Начать можно словами «жил-был человек», «девочка», «мальчик», похожий на меня. Затем все участники по кругу рассказывают свои истории. И наилучший терапевтический эффект достигается, когда на такие домашние занятия собирается вся семья. Каждый делает свою куклу, придумывает историю, которую хотел бы поделиться с другими. И заключительный этап – это рефлексивный анализ, занятия, завершается обсуждение. Куклам можно задавать вопросы, дарить их друг другу, можно сделать дом даже, или целый город, в котором они будут жить до следующей игры. Все зависит от настроения, фантазии участников. Главное серьезное и бережное отношение к изготовленной кукле, ведь это персонифицированный образ автора. Темы домашних занятий можно выбирать произвольно, в соответствии опять же с проблемами, которые подлежат коррекции. Например, когда я был маленьким, когда я стану взрослым, мне приснился сон, моя кукла очень боялась, жил-был непоседливый мальчик, которому все время делали замечания. Наблюдая за тем, как менялся образ, преобладающие цвета, содержание рассказа, нетрудно почувствовать эмоциональные переживания, а также заметить изменения в личности ребенка и его взаимоотношениях с окружающими людьми. Персонифицированные истории позволяют опосредованно обучать детей поведенческим моделям, безопасным путем обсуждать трудные и щекотливые темы, устанавливать контакты, преодолевать барьеры в общении. Таким образом, наилучший результат в домашней куклотерапии достигается, если в структуру занятия включены следующие виды работ. Это изготовление кукол, это сочинение рассказов от лица этих кукол, кукольные спектакли, терапевтические истории, придуманные куклой-мамой, папой, бабушкой, другими значимыми взрослыми, а также совместные семейные истории. И очень тоже быстренько, каковы же этапы сочинения кукольных историй. Первое, это, конечно, обдумываем проблему, попытаемся понять чувства, переживания ребенка, посмотреть на ситуацию с его точки зрения, сформулировать основную идею рассказа, определить, какие мысли, решения нужно сообщить ребенку. Начать рассказ с представления героя, который живет в доме, похожем на ваш, имеет проблемы, сходные с проблемами ребенка. Рассказать о положительных чертах, которыми герой рассказа похож на ребенка. В начале история описать конфликт, а затем рассказать, как его удалось успешно разрешить. Наблюдаем за реакцией ребенка, он может потерять интерес, может остаться безучастным, или наоборот, подправлять рассказ, задавать вопросы, подсказывать, комментировать. Стремимся к простоте выражений. Содержание рассказа должно быть понятным, а длительность определяется устойчивостью внимания и интересом ребенка. В конце истории обязательно подчеркиваем, что герой проявил настойчивость и нашел выход из затруднительного положения, а все его знакомые и родственники очень гордятся тем, как он преодолел временные неудачи и терпеливо шел к победе. Для современного ребенка кукла это прежде всего милая игрушка, которую можно превратить в некого символического партнера для игры. Взрослый учит ребенка воспринимать куклу как объект, для эмоционального общения. Играя с куклой, малыш учится рифлексии, эмоциональному отождествлению. Куклы могут стать незаменимым помощником воспитания ребенка. Даже поучительные слова, которые могут быть высказаны примитивно не к самому ребенку, а к кукле. да, конечно же, вы же можете обсудить с куклой вот эту ситуацию. Однозначно, помните, да, говорила о том, что вы подходите индивидуально, ситуации разные, и вы по общей структуре как раз формулируете, подходите. Но опять же, вы же здесь все редактируете. Почему я как раз вам сказала, обозначила вот этот момент, что вы продумываете ситуацию, да, и согласно той ситуации, которая есть у ребенка, вы думаете, как преподнести это, каким образом у каждого своя какая-то будет ситуация однозначно. И вы определяете, какие мысли и решения вам нужно через куклу донести до ребенка. Вот этот момент ключевой. Очень много было сегодня сказано уже в участнике. Отледите, запись есть, запись ведется в вебинаре, поэтому вы еще, конечно, может сразу на первый взгляд много информации, ее нужно, конечно же, переварить, поэтому вы еще как вариант имеете возможность посмотреть в записи, и тогда уже применить относительно вашей ситуации. И по ходу такой постановки ребенку можно показать правильную модель поведения в различных жизненных ситуациях. Таким образом, куклотерапия может объединять интересы ребенка и определенные коррекционные задачи педагога, может дать возможность для самого легкого и безболезненного вмешательства взрослого в психику ребенка с целью коррекции и профилактики. Спасибо вам за внимание. Презентацию вы также можете... Я не имею права это озвучивать, уважаемые участники, это все остается в личном. Все-таки вы же знаете, что психологи не имеют права озвучивать то, что было на сессии. Поэтому я вам даю общие рекомендации, а все, что связано с клиентами, это останется у меня. Благодарю вас за отзывы, очень рада, что вебинар оказался полезным. Приходите на наши вебинары, будем вас ждать, следите за анонсами. Если есть какие-то пожелания, интересуют какие-то темы, то пишите, пожалуйста, в комментариях, мы будем рады запланировать. Благодарю, спасибо огромное, очень рада, приятно. Желаю вам хорошего дня, всего доброго и ждем вас на наших вебинарах. Хорошо? Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok